В эфире выпуск новостей на телеканале БТБ в студии Светлана Шевченко. На заседании с НБО срочно созванным президентом Украины рассматривались вопросы финансирования антитеррористической операции подготовки силовиков к зиме. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В ходе заседания были заслушаны отчеты министра обороны, командующего Нацгвардией, Государственной погранслужбой. В частности, силовики отчитались о расходах средств, выделенных на нужды ведомств и на выполнение задач в зоне АТО. Также Совет Безопасности обсудил перспективы финансирования Министерства обороны и силовых структур на 2015 год. Напомню, Кабинет министров направил в СНБО предложение относительно персональных санкций в связи с российской агрессией. Среди них запрет въезда на территорию Украины и блокирование активов юрлиц, поддержавших военную агрессию по отношению к Украине, терроризм и оккупацию части страны. Ранее Украина запретила транзит через свою территорию, вооружение и военные техники российского производства. Также экспорт в Федерацию товаров военного назначения и двойного применения. Кабмин предложил оформить эти положения как отдельный вид санкций. Их должны рассмотреть в СНБО, принять окончательное решение, которое вводится в действие указом президента. Напомню, сегодня вступил в силу закон Украины о санкциях против стран-агрессоров. США ввели новые санкции против России. Президент Барак Обама заявил, что Штаты вынуждены повысить политическую изоляцию и экономические затраты Москвы в связи с положением в Украине. Особенно ограничения затронут сферы, представляющие важность для президента Путина и его окружения. Как объявило сегодня Министерство финансов США, в новый санкционный список попали Сбербанк, Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ и ВТБ. А также Газпром, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз и Роснефть. И кроме того, санкции вводят запрет на экспорт товаров, услуги, технологии в поддержку российских проектов добычи нефти на глубоководных участках, арктическом шельфе или в сланцевых пластах. Также вступили в силу новые санкции Евросоюза против России. Финансовые ограничения направлены против пяти госбанков федерации. Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Также Евросоюз ограничил доступ к финансированию трем крупнейшим нефтяным компаниям федерации. Роснефти, Газпромнефти и Транснефти. Западным предприятиям запрещено продавать им технологии в области геологоразведки или бурения. ЕС наказал и девять предприятий оборонного комплекса России, в том числе и крупнейшие из них Уралвагонзавод, Оборонпром и Объединенную авиастроительную корпорацию. Черный список невъездных россиян расширился на 24 фамилии. В ответ на действия России Евросоюз углубил санкции, принятые ещё в июле. Речь идёт о доступе к нашему рынку капитала, обороны, чувствительных технологий и товаров двойного назначения. Также лидеры ЕС поручили нам составить список лиц, поддерживающих сепаратистов в Восточной Украине. Санкции временные и могут быть пересмотрены к концу месяца, в зависимости от развития событий и выполнения мирного плана. Тем временем российский президент Путин не понимает причины введения новых санкций против Федерации и считает их странноватыми. Хотя, как выразился хозяин Кремля, чем меньше российские чиновники будут разъезжать по заграницам, тем лучше. Расширение санкционных списков ЕС и включение туда новых чиновников, по его словам, не принесёт большого вреда России. В то же время Путин заявил, что примет ответные меры против Запада, если это пойдёт на благо российским производителям. Мир нуждается в новой стратегии безопасности. На этом президент Украины Петр Порошенко акцентировал внимание участников 11-го ежегодного форума «Ялтинская европейская стратегия». Ведь сегодня идёт борьба не только за территориальную целостность и независимость Украины, но и за всемирную безопасность, подчеркнул президент. Подробнее о дипломатическом форуме далее в сюжете. С самого утра на улице Лаврской суета. Множество гаишников, милиционеров, кинологов. Гостей не сосчитать. По словам организаторов, ждут не менее 350 политиков и дипломатов из 20 стран мира. В таком кругу, по мнению второго президента Украины Леонида Кучмы, можно обзавестись хорошими союзниками. Положительный сигнал политики должны дать. Потому что они здесь не только европейские, но и мирового масштаба. Может, Россия прислушается к ним. Впервые за последние 10 лет «Ялтинская европейская стратегия» проходит не на солнечном полуострове, а в Киеве. Но это временно, уверен президент Петр Порошенко. Ведь одна из главных задач на сегодня – вернуть Крым в семью. Говорят, что мы потеряли Крым. Нет. У нас вторжение в Крым. Но Крым будет снова с нами. Это не будет сделано военными средствами. Я уверен, что мы выиграем это экономическое, либеральное соревнование за настроения крымчан. Потому что мы будем эффективные, не коррумпированные, демократические и свободные. Если мы будем демократичны, мы будем свободны. По содержанию и сути специального закона об особом статусе для некоторых районов Донецкой и Луганской областей, вы там не найдете никакой опасности для территориальной целостности и безопасности моей страны. Никакой угрозы для независимости моей страны. Мирное урегулирование кризиса на востоке Украины поддерживают европейские политики. Говорят, уже видят некоторые результаты договоренности о перемирии. Россия начала выводить свои войска с территории Украины, а украинские военные заложники постепенно возвращаются домой. Но Кремль должен сделать больше. Было бы так же полезно, если бы Россия воспользовалась влиянием на боевиков, чтобы они сложили оружие. Тем более, что боевики и дальше обстреливают украинские войска и живые кварталы. И как у могущественного члена Совета ООН, в России есть ключевая ответственность за деэскалацию этого конфликта и обеспечение дальнейшего уважения международного права. Не оставили без внимания участники Ялтинской европейской стратегии и энергетическую безопасность. Острую дискуссию вызвало вопрос российского газа. Участники форума уверены, федерация активно использует газ для политического шантажа в Европе. Поэтому Украина просит Еврокомиссию расследовать факты сокращения поставок газа в ЕС. Украина сегодня готова покупать газ и платить по рыночным ценам, но не по тем, навязанным политическим ценам. И когда сегодня говорили, может ли Россия использовать газ как инструмент влияния, то она уже его использует. В свете последних событий у многих остаются большие сомнения в том, что конфликт можно урегулировать подписанием договора о дружбе между Украиной и Россией. Россия вернула нас назад к 17 веку. Она нарушила абсолютно все принципиальные соглашения, которые были подписаны в течение последних 70 лет. И как же можно будет полагаться на любое другое соглашение с россиянами, если Россия так откровенно нарушает эти принципы? Впрочем, война и мир – не единственные темы, которые беспокоили участников встречи. Реформировать и модернизировать страну – еще одна жизненно важная задача для Украины на ближайшие десятилетия, считают европейцы. Киев уже начинает реализовывать свою стратегию реформ, в основе которой соглашение об ассоциации с Евросоюзом. При этом президент Европарламента Мартин Шульц пообещал, что ЕС поможет Украине финансово предоставить 8 миллиардов европомощи. Юлия Боднер, Анна Каменева, Наталья Прогр, БТБ. Контактная группа в Минске соберется на следующей неделе. Об этом заявил один из ее участников, второй президент Украины Леонид Кучма. На встрече детально рассмотрят вопрос имплементации мирного плана. Также он считает контроль на украинско-российской границе главным условием выполнения минских договоренностей и предлагает повысить гарантии за счет присутствия там миротворческих войск ООН. Европейский парламент и Верховная Рада Украины синхронно ратифицируют соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, сообщил президент Украины Петр Порошенко после встречи с президентом Еврокомиссии Жузе Мануэлем Борозу. И уже 1 ноября документ вступит в силу. Также политики договорились о проведении первого заседания Совета Ассоциации уже 17 ноября текущего года. О чем еще говорили президенты в сюжете Викторий Попович. Мира на востоке Украины необходимо достигнуть политическим путем, убеждены в Европе. При этом не должны пострадать целостность и суверенитет Украины. Президент Еврокомиссии Жузе Мануэль Борозу подчеркнул, что новые санкции ЕС в отношении агрессора должны поставить Москву на место. У нас нет намерения этим усугубить ситуацию, но мы хотим четко показать, что существуют решения, которые мы не можем принимать. И вследствие этих решений будет ущерб для отношений между Россией и Европейским Союзом, если вопрос Украины не будет решен, включая уважение к международным принципам и уважение к суверенитету Украины. Европа готова идти на компромиссы, чтобы поддержать экономику страны после вступления в зону всеобъемлющей свободной торговли. Об этом уже заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, стороны уже провели переговоры по поводу возможных компромиссов. В частности, об отстрочке снижения таможенных пошлин для европейских товаров при доступе на украинский рынок. Это позволит Украине укрепить внутренний рынок и подготовиться к конкуренции с высококачественными европейскими товарами. Хочу подчеркнуть, что это происходит в полном соответствии с соглашением об ассоциации, с соглашением о создании глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли. И де-факто мы сформировали повестку дня для заседания Совета Ассоциации, который назначен на 17 ноября. На этом помощь европейских партнеров не заканчивается. ЕС готов помочь в восстановлении Донбасса и выделит на это 22 миллиона евро. Сегодня также обсудили вопрос ускорения предоставления Украине третьей волны макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 1 миллиард евро. Также Жузе Эммануэль Борозу сообщил, что в Европе хотят, чтобы граждане Украины стали ближе к жителям Европейского Союза. Поэтому перспектива введения безвизового режима уже не за горами. В свою очередь Петр Порошенко сообщил, что уже в понедельник в столицу прибудет миссия. Она проверит, насколько Украина готова к снятию барьеров на границе. Виктория Попович, Александр Банный, БТБ. Зона свободной торговли между Украиной и ЕС заработает на полную с 31 декабря 2015 года. А до того времени будут действовать односторонние преференции для украинских товаров, введенные Евросоюзом 21 марта этого года. Об этом говорится в совместном заявлении комиссара ЕС по вопросам торговли Карла де Гюхта, министра экономического развития России Алексея Улюкаева и министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Стороны заверили, что соглашение об ассоциации будет ратифицировано во вторник, и в его текст изменений вносить не будут. Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование убийства 39 майданов 20 февраля этого года. В частности, в отношении трех сотрудников спецподразделения «Беркут», сообщает пресс-служба ведомства. Следствие установило, что указанные лица вместе с другими сотрудниками правоохранительных органов выполняли преступные приказы своих руководителей, превышая служебные полномочия. Целому ряду лиц по этим фактам также вынесено подозрение с объявлением их в розыск. ГПО продолжает расследовать обстоятельства убийств других лиц в период января-февраля 2014 года, а также огнестрельных ранений 180-ми тенгующим. Воронежский областной суд отложил до понедельника слушание, пожалуй, без защиты на меру пересечения Надежды Савченко по техническим причинам. Около 15-30 видеосвязь СИЗО, где содержит Савченко, прервалась. Адвокат украинской летчицы Николай Полозов в своем твиттере сообщил, что суд удовлетворил ходатайство защиты о полном оглашении материалов дела, свидетельствующих о непричастности Савченко к гибели журналистов. Это, по мнению юриста, позволит снять основания для содержания летчицы под стражей. Служба безопасности Украины предотвратила попытку российских спецслужб получить несанкционированный доступ к персональным данным украинцев и служебной информации госорганов. На личные и служебные почтовые адреса приходили сообщения со ссылкой на якобы важную информацию. К примеру, о сепаратистах на территории Донецкой и Луганской областей, либо о списке украинских военных заложников. Однако, на самом деле, в прикрепленном файле был вирус, который устанавливал полный контроль над компьютером. Все атаки происходили из единого контрольного центра российских спецслужб. По словам советника главы СБУ Маркиана Лубкиевского, службе безопасности удалось отбить эту информационную атаку. Но она, очевидно, не будет последней, поэтому в ведомстве просят всех украинцев быть бдительными и удалять все подозрительные письма с неизвестных адресов, а также сообщать об этом в правоохранительные органы. Ситуация в зоне АТО в течение дня существенно не изменилась. Режим прекращения огня в целом выполняется, а погибших среди украинских военных нет, сообщил спикер СНБ Андрей Лысенко. И вместе с тем, в результате ночного обстрела колонны были ранены три пограничника. Террористы продолжают обстреливать позиции украинских военных. Стреляли в районе населенных пунктов Нижняя Крынка, Маринка, Петровска, Ждановка и Дебальцево Донецкой области. За последние сутки удалось освободить из плена террористов 57 украинских граждан. 57 человек только за прошедшие сутки. Это две группы, которые нам удалось оттуда вытянуть, и они вернулись домой. Им предоставляется психологическая помощь и медицинская, и в том числе даются отпускам. Кроме этого, я должен отметить, что освобождаются не только военнослужащие, а все украинцы, которые сейчас находятся у них в заложниках. Более 10 тысяч жителей Запорожья прошли марши мира по центральному проспекту города. Люди с государственными флагами скандировали речевки, пели гимн Украины. И все, чтобы показать миру. Запорожье – украинский город, и люди готовы защищать свою землю от российского агрессора. Участники акции выразили поддержку мирному плану президента Украины и призвали россиян содействовать прекращению поставок России оружия террористам Донбасса, вывести российские войска с украинских земель и прекратить обстреливать города и села Украины. И почти 68 тысяч гривен собрали украинские художники на благотворительном аукционе. Таким образом, они решили поддержать военнослужащих, пострадавших в зоне АТО. На продажу были выставлены 104 картины, большинство из которых ушли с молотка. Но собранные деньги уже на следующей неделе организаторы закупят необходимые в военных госпиталях медикаменты. Украинские спортсмены побеждают на соревнованиях. Юлия Ткач завоевала золото на чемпионате мира по борьбе в Узбекистане, сообщает официальный сайт соревнований. Таким образом, это уже третья медаль сборной Украины на чемпионате. Ранее бронзу завоевали Валерий Андрейцев и Ирина Харьев. И кроме того, сегодня украинка Елена Костевич завоевала серебро чемпионата мира по стрельбе, который проходит в Испании. Таким образом, она первой среди наших спортсменов получила лицензию на Олимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро. И мы верим, что очень скоро совместными усилиями Украина победит агрессора. Спасибо, что вы с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова